Открытый молодежный турнир «Игры разума», который традиционно проводится в рамках фестиваля «Студенческая весна», состоялся накануне в стенах Брестского государственного университета имени Пушкина. Свои знания, сообразительность и смекалку пускали в дело юные эрудиты со всей области. В этом году на соревновательной площадке буквально яблоку негде было упасть. За звание лучшего сражалось более 20 команд, представляющих школы, высшие и среднеспециальные учебные заведения. В первую очередь нужно сказать, что это команды, безусловно, нашего университета. Это команды Брестского государственного университета, это команды Брестского государственного технического университета. Также принимают участие представители школ области из города Пинска, Малориты, также представители средних специальных учебных заведений. В этом году турнир проходил в немного видоизмененном формате. Вернее, сложные вопросы, сосредоточенные участники и бурные эмоции отдачи правильного или ложного ответов были в наличии. Точно так же, как и год и пять лет назад. Но вот оценка самых подкованных и сообразительных проводилась по скорректированной системе. Отдельно считались правильные ответы школьников, отдельно студентов вузов и отдельно учащихся сузов. Будет проводиться игра в три засчета. По первому это студенты, второе это учащиеся средних специальных учебных заведений, ну и третье это школьники. В рамках каждой номинации, каждого засчета определяется именно свой повредитель. По словам организаторов, с каждым годом интерес к интеллектуальным баталиям у молодежи только возрастает. Может быть потому, что как в свое время стало модно быть здоровым, так и сегодня в моду входит высокий уровень интеллекта, любознательность и тяга к знаниям. Сами участники признаются, что от турнира ждут скорее красивых, необычных вопросов и ярких эмоций, чем награды звания победителя. Тем более, что за время игр члены команды становятся не просто коллегами по общему хобби, а настоящими друзьями. Мы уже играли вот несколько игр, то есть было классно. Классная команда, выбираем людей, то есть видим кто с кем работает вместе, ну кто как бы, обычно это люди, то есть которые в парах, то есть они живут вместе, где-то учились вместе тоже и играли тоже вместе до этого, до нас. И мы как бы уже собираем вот таких людей, видим, что они могут. Ну мне кажется, что игры по типу «Что, где, когда» другие интеллектуальные баталии являются основополагающими в воспитательном процессе, в частности не только для университетов, но и для других учебных заведений. Почему? Ну потому что цель же какая? Научиться, обучиться, узнать что-то новое. А что другое, если не эти игры помогают саморазвиться, скажем так? Я давно с удовольствием смотрю игры элитарного клуба «Что, где, когда» русского. Это очень познавательно. Я надеюсь, что наши студенты также испытывают такой же интерес к подобного рода играм, но судя по количеству их это подтверждает. И что это будет для них познавательно не только в плане их обыденной жизни, не узкоспециализированной темы, а в общем кругозоре событий.